добрый вечер дорогие мои у нас осень и там на улице копают у нас ямы к домам газовики завтра будут копать у нас я вообще не представляю что тут у нас на участке конечном итоге образуется но скоро еще и зима и мороз как говорится воевода он как правило все уравнивает и слякоть пройдет и пройдет изморозь но деревья смотрите смотрите деревья прямо надо специально запечатлеть видимо что сейчас 12 октября а деревья стоят зеленые и даже березы стоят желтые и вот прямо сейчас можно фиксировать что моя главная монта береза по которой мы все с вами мире им пожелтела наконец-то и с этого момента у нее 40 дней опадания и после полного опадания 40 дней до наступлений настоящей зимы давайте посчитаем сегодня 12 40 дней 22 ноября и к 22 ноября 40 дней до настоящего наступления зимы 2 января устраивает вас 2 января но опять же речь идет конечно о нашей местности поэтому вы у себя там сами свои березы смотрите и считайте а у нас вот так будем ждать после нового года настоящей зимы ну дай бог чтобы конечно было по-другому потому что когда слякоть в октябре это одно состояние когда слякоть в декабре это другое состояние а когда все слякоть на новый год это состояние совсем тяжелую но я помню такой год помню что снега не было и мы тогда с друзьями новый год праздновали не все собрались достаточно одетые легко как бы снега нет и вдруг вышли после курантов на улицу а там валит хлопьями кто родниковцы по вспомните не помню год наверное это был семьдесят шестой семьдесят пятый столько народу на площадь вывалила кинотеатров давай все играть в снежки ой сырой белый снег по-моему это был самый радостный новый год когда такое произошло и да это конечно очень странно вот ну как у людей дождик дождик идет хабы за молоком с матушкой вышли кстати сегодня наше время получать маколоко она бежит впереди а я немножечко со своей коленкой хромая и конечно говорю это так странно что погода на нас влияет погода вот своим состоянием вот такими темными тучами и ветром и дождем может менять нам состояние что в конечном итоге показывает что мы ну крайне зависимы от природы никакие мы не цари природы никакие мы там не супер в природе живущие существа а очень ранимые зависимые и и вот такие ну если конечно по свойствам то посмотреть на человека какие у него имеются он как всегда сравнивают не прыгает как кузнечик который много много своих длины своих тел может перекрыть прыгивать не таскает как муравей тяжести в сто раз себя там тяжелее ну и так далее там подобное то есть на самом деле мы ведь хрупкие существа но а что тогда этим хрупким существам дает возможность не только выживание а еще и первенство такого над природой над животным миром над растительным миром и естественно мы отвечаем что ум то есть именно умом человек создал себе условие или создает себе условие которые позволяют ему жить казалось бы не в приемлемых для него обстоятельствах и в этих обстоятельствах хочу и развиваться и все остальное делать но точно мы в уме живем точно наше значит состояние ума на нашего действительно то которое нужно природе получили молоко там татьяна выдает и удивляется что я еще в таких погодных условиях снимаю да дождик идет но у меня камера приспособленная звук мне кажется тоже приспособленный вроде пишут что он водонепроницаемый а звук это вай-фай такой приемничек и микрофончики это вот микрофончики а вот вы не видите вот микрофончик и весь вопрос чей ум если мы с вами внимательно разберемся откуда у нас ум который позволяет нам так существовать то мы узнаем что ум то сверхъестественный то есть на самом деле мы научились действительно слышать что хочет природа или как мы говорим что хочет бог и именно вот эти знания и делают нас с вами в этом мире первыми 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 и тогда очень странно получается что казалось бы все эти знания должны были быть направлены только на то чтобы созидать помогать значит развивать и всячески сохранять то что на самом деле является главным для всего живого но при этом мы видим что как я вам уже рассказывал человечество уничтожил почти половину деревьев на земле что ясно что не дает улучшение жизни человечество так загадила атмосферу что уже в некоторых местах она только хуже делает это здоровье а сейчас смотрите над антарктидой оказывается такой огромный озоновый слой над арктикой озоновой озоновой дыра вчера показывали исландию где попадают они под эту озоновую 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 дыру и у них облучение солнечное через эту дыру такое что там количество меланом то есть раков кожи по-моему сказали в шесть раз больше чем в среднем у всех остальных людей вот тебе и пожалуйста причем они то как раз те кто считается одни из самых сохраняемых их природу людей которые стараются все делать так чтобы экологию сохранить а где-то в другом месте где-то другие люди нет не сохранили нет не создали условий чтобы для всех это было хорошо и все было и тогда и возникает вопрос а откуда тогда глупость если человек имеет возможность общение с высшим умом с высшими силами и должен на самом деле все каким-то образом делать для бога и тут абсолютно четко и выходишь на вывод что-то пикнул я думал остановилась съемка и тут абсолютно четко выходишь на вывод что есть и неумная сила или сила действительно злая не знаю почему она сохраняется и одну есть объяснение что сатана тоже был когда-то объявлен бессмертным и господь никогда не нарушает своих обещаний и раз уж он был объявлен таким бессмертным то он так и останется но господь имеет возможность определять кто где живет и поскольку из всей остальной вселенной как бы этот деница который правил частью вселенной был изгнан и оказался на земле где у него как бы остается все время возможность покаяния которую он не приносит и поэтому он своих адептов которые все портят и собирает среди людей и вот появляется у нас эта глупость которая нам и мешает сохранять нашу землю которая мешает нам жить как говорится по человечестве как в раю мы должны жить и как в раю мы должны были иметь возраст ведь адам еще раз повторяю прожил девятьсот тридцать лет мафусаил там прожил девятьсот шестьдесят лет то есть возраст у нас даже должен был быть другой но господь нам сокращает возраст чтобы вы грубо говоря не мучились в том мире в котором мы находимся но зато абсолютно четко это уже определено добавляет количество информации на каждого человека мы каждый знаем в сотни раз больше тех первых людей которые были на планете в тысячи раз следующие поколения еще больше будут нас знать но в этом сокращении жизни и в этом сокращении а значит наших пребывание на земле кроется на мой взгляд очень великая тайна что нам сокращая время обучения на земле в то же время сокращается и время мучения на земле мы осознавая что не можем никак в этом мире качественно прожить и начинаем унывать страдать мучиться в конечном итоге не так долго мучаемся ну к большому сожалению еще и в этом есть конечно таинство того что мы еще и сами себе сокращаем жизнь поскольку эти грехи в том числе уныние печали они смертные грехи а смертные значит приводит как к ранней какой-то смерти то есть к смерти которая не предполагаться в то время которое нам отпущено господом 60-70 лет ой нет нет чуть я сказал 70 80 лет и поэтому в наших руках долго ли мы проживем как и в руках наших жизнь всего человечества дождик кончился пока я говорю теперь я могу стоять и мне в лицо капли не падают что в общем-то меня радует что повышает мое настроение которые я пытаюсь передать вам в это осенние хмурые и слезное настроение природы и я желаю вам этого бодрого и радостного настроения несмотря на то какая погода и какая у природы как там у природы нет плохой погоды каждая погода благодать так там поется мы-то вышли последить что будет дальше делать трактор который копает на нашей улице не дойдет ли он сегодня до нас и не придется ли нам тут дежурить но похоже что нет время 17 часов они еще два дома должны пройти так что видимо сегодня нет желаю вам всем несмотря на эту осень а есть еще такое понятие как осенней депрессии как и весенней депрессии то есть состояние когда действительно не выдерживает психика человека вот это унылой погоды и человек начинает сходить с ума но прежде всего это те истины у кого есть такое отклонение психической как бы я так сказал истерия будьте внимательны радуйте себя маленькими радостями каким-нибудь чаем кофе красивым рисунком красивым пейзажем ну или приходите к нам на канал здесь тоже мы пытаемся утешение всем создавать и радость всем передавать так что здоровья вам всем радости аминь аминь